Пример Царь, Сына и Святого Духа, Ваше Высокое Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Каждый воскресный день мы с вами слышим евангельский отрывок, и на каждой футерине воскресного мы слышим с вами читается одно из одиннадцати Евангелий, которые повествуются о воскресении Господа измертель. Воскресение Господне занимает центральное место в христианском богословии, и учение Христа можно понять, если всерали на Него, через призму воскресения. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то ищет на наша вера. Но в послании к коринфянам он к нам обращает призыв, будьте стойки, непоколебимы, работайте о Господе, и всякий труд будет ненапрасен перед Богом. Воскресение Господне – факт величайшего значения в истории христианства. И сегодня мы с вами слышали евангельский отрывок, который небольшой по размеру и знаком тем, кто знает Священное Писание, но в нем заложена очень важная истина для духовной жизни и каждого христианина. После распятия и погребения Господа апостолы теряли веру, в их сердца воцарялось сомнение, и так они продолжали заниматься, отвлекаясь от этих событий крестных своими обыденными делами. И даже в другом повествовании евангельском один из учеников христианства обращается к другому с такими словами «Мы думали, он избавит Израиль, а он в третий день во гробе». И это в тот момент, действительно, когда вера учеников христианства уже могла просто исчезнуть, рухнуть. И в этот момент появляется Гриима Долина и говорит о том, что целого Господа нет во гробе. И ученики идут, а точнее бежат, бежат, что есть сил ко гробу, для того, чтобы убедиться в этом. И как повествовало сегодня в евангельском чтении, один из учеников заходит во гроб и видит, что он пуст, и в нем лежат перены, в которых был объявлен Господь. И он в этот момент уверовал. Уверовал в истинность слов Спасителя. Вера апостолов – это великое тело, с которого начинается вера всего человечества. Кризис первый бывает у каждого христианина. Бывает, христианин обращается ко Господу и не получает ответа. Но в сегодняшнем евангельском повествовании мы видели, что имеет место быть в духовной жизни каждого христианина испытание веры. Господь знает наши немощи. И Он посылает нам свою божественную помощь, свою божественную благодать. И тем самым нам напоминает и подчеркивает, и дает убедиться в том, что без Божьей помощи, без Божьей благодати мы ничего не можем, мы даже сохранить веру не можем. Пусть Господь поможет нам на пути нашей веры, дабы те сложности, которые встречаться будут на этом пути, не поверли в нас малодуши. И так будем верты, верим, будем с вами работать за Господи, и всякий труд будет не напрасен в голосах Божьих. Аминь. Паси Господи.